Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И обратите внимание, во второй фразе слово never передаёт в русском языке соответствует двум отрицаниям. Ты никогда не можешь быть уверен ни в чём, даже трём. Никогда не можешь быть уверен ни в чём. Даже три отрицания в данном случае подходят. Это особенность английских предложений. Ещё раз хочу её повторить, что в английском языке, как правило, хватает только одного отрицательного слова. Never, neither, neither его ещё говорят, да. Not, no, nothing, no one и так далее. Одного отрицательного слова в английском хватает. Двойное отрицание у них – это исключительный случай, в то время как в русском языке – это случай типичный. Теперь давайте смотреть примеры фразы you never know. Естественно, это будет некое описание ситуации, плюс к ней комментарии в виде you never know. I don't think I'll get the job, but you never know. Не знаю, получу ли работу, но мало ли. То есть, кто знает, может и получу. Даже если это маловероятно, всё равно это может случиться. I don't know, I don't think I'll get the job. Не думаю, что получу работу, эту работу. But you never know. You never know, some people don't mind the rain. Ну, мало ли, некоторые люди любят дождь. Что здесь интересно в этой фразе? Сначала мы высказываем как бы философскую мысль you never know, а потом описываем ситуацию. Some people don't mind the rain. Слово mind – это возражать или быть против. Соответственно, когда кто-то не против, this person doesn't mind, or some people don't mind. Некоторые люди не против, они не возражают против этого. Против чего? They don't mind the rain. Они не против дождя. You never know. He still could change his mind. Ну, мало ли, он ещё может изменить своё мнение. Change someone's mind – это изменить мнение, а не мозги и образ мыслей. Хотя mind, как образ мыслей, здесь можем провести параллели. Если кто-то, например, говорил там, я никогда этого не сделаю, а потом он это сделал, he changed his mind. Если я, допустим, раньше была против того, чтобы писать транскрипцию в английском, в русскими буквами, а потом решила, да, друзья мои, вам это полезно, I changed my mind. И обратите внимание, что мы рядом с тем, кто меняет мнение, I, he, будем также ещё раз повторять это, дублировать эту информацию в виде местоимения. He changed his mind. I changed my mind. You never know. He still could change his mind. Ты точно не знаешь этого. Может, он ещё изменит мнение. Может, он ещё передумает. He could change his mind. И теперь мини-диалог, который иллюстрирует использование данной интересной фразы. I don't think my husband wants to go with us. You never know. Have you asked him? Not yet, but I will tonight. I think that might be a good idea. Не знаю, пойдёт ли, захочет ли наш муж с нами пойти. Ну, мало ли, ты его спрашивала? Нет пока, но спрошу сегодня вечером. Я думаю, что это правильно. То есть не надо принимать решение за другого человека, да, дайте ему самому принять решение и лучше спросите его об этом. Не надо решать за него. Не думаю, что муж с нами пойдёт. I don't think my husband wants to go with us. You never know. Отвечает подруга или там, я не знаю, друг или кум или кто. Неизвестно. Это неизвестно. Ты точно не знаешь. Наверняка ты этого не знаешь. You never know. То есть смотрите, здесь явно видно, что фраза помогает нам, скажем так, тактично намекнуть человеку, что существует и другая точка зрения. Существует и другой вариант. То есть некоторые люди, они не тактичные. Они говорят так, типа, ты не прав. Всё может быть совсем по-другому. То есть они радикально это делают. Но мы все знаем прекрасно, что люди не любят, когда им радикально тыкают в их какие-то ошибки и недостатки. Поэтому если вы хотите показать, что существует другое мнение, скажите you never know. Но как знать? Да? Ведь всякое может быть. You never know. Have you asked him? А ты его вообще спрашивала? Not yet, but I will tonight. Ещё нет, но спрошу. Итак, I will tonight. Я специально will говорю с акцентом, потому что will здесь несёт смысловую нагрузку. I will – это то же самое, что I will ask him. Да? То есть я решила не повторять всю фразу I will ask him. Я сделала здесь сокращение по вспомогательному глаголу, затем мы с вами отдельно проходили в грамматике, кстати, заходите, смотрите. И в этом случае, когда модальный или вспомогательный глагол, в данном случае will – ну это будет вспомогательный глагол будущего времени, да? В принципе, может и модальный показываем намерение, да, я сделаю, я сделаю это I will tonight, да? Так вот, когда мы хотим сослаться на ранее услышанную мысль и не повторять её при этом, то есть здесь сделать речь короче, мы можем сделать сокращение и оставить только вспомогательный или модальный глагол. Вот как здесь. I will – я это сделаю. Not yet, but I will tonight. Ещё нет, но я сделаю это сегодня. I will do it, I will ask him tonight. Если will стоит здесь само по себе, на него пойдёт stress, вот этот вот смысловой. Если бы был другой глагол, то stress был бы на него. I will ask him, I will ask him. Мы бы не говорили I will ask him, да, это бы уже не требовалось. Обратите внимание, диктор будет в конце урока перечитывать ту фразу, обратите внимание, как он её говорит. I think that might be a good idea. Думаю, что это может быть хорошая идея. Ну, то есть, это хорошо, я одобряю. It's a good idea. That might be a good idea. И здесь I think, might, то есть, предположение, предположение, мол, я к себя ни к чему не склоняю, просто подумай, может быть, есть другое мнение. Да, наверное, это может быть хорошая идея. То есть, собеседник, на самом деле, очень тактично, такими ненавязчивыми фразами подвёл девушку, женщину, да, к тому, что муж вообще может думать об этом всём по-другому. Очень интересно с точки зрения диалог. И как ещё можно об этом сказать? It could happen, things still can change. Это может произойти, вещи могут измениться, да, то есть, наша вселенная вариативна, как говорится, всё всегда в движении, всё всегда меняется. И давайте, друзья мои, теперь переходим непосредственно к практике. Теорию мы с вами буквально за 5 минут разобрали, в чём состоит практика. Напоминаю, что практика – это важная часть вашей работы. Итак, первое задание. Сейчас я прочитаю все эти фразы ещё разочек, я буду читать их с паузами, и в паузах вы можете выполнять два задания. Задание номер один – повторяйте за мной вслух, своим нормальным голосом то, что вы услышали. Это подготовка к разговорному английскому, да, это уже тренировка разговорной речи. Казалось бы, вот такая банальная, просто говорим вслух, повторяем, но это уже первый шаг, это лучше, чем не сделать этого. И второе, что вы можете сделать, вы можете в паузах писать под диктовку то, что вы услышали. Ну что ж, поехали! I don't think I'll get the job, but you never know. You never know. Some people don't mind the rain. You never know. He still could change his mind. I don't think my husband wants to go with us. You never know. Have you asked him? Not yet, but I will tonight. I think that might be a good idea. It could happen. Things still can change. Следующее задание практическое. Здесь вы видите слайд с тем же самым материалом, только на русском языке. Предлагаю вам выполнить обратный перевод. Отличное задание для переводчиков, для тех, кто хочет натренировать английские мускулы и побольше, побольше практики, которые не связаны с письмом. Поэтому я вам рекомендую выполнять данное задание вслух. Если у вас уже получается это сделать, то попробуйте поставить для себя время. Я бы предложила вам уложиться с обратным переводом в одну минуту. Засеките таймер, запишите себя на диктофон, переслушайте со стороны, как все это звучит. Отличная практика. И самое последнее, друзья, что нам с вами остается послушать дикторов, как диктор прочитает для нас данный материал. Напоминаю, что вы смотрели канал OK English. С вами Елена Викторовна Лагнистая. И до скорой встречи в новых уроках данного плейлиста. See you later. Bye. I don't think I'll get the job, but you never know. You never know. Some people don't mind the rain. You never know. He still could change his mind. I don't think my husband wants to go with us. You never know. Have you asked him? Not yet, but I will tonight. I think that might be a good idea. It could happen. Things still can change.